Вот мне задают вопрос, кто я такой, чтобы давать советы? А я советы не даю, я с вами делюсь информацией. Ну, и часто эта информация базируется на собственных ошибках. Мне бы, в принципе, было бы абсолютно фиолетово. Пейте вы, вздыхайте, бухайте. Если бы все это не касалось города Магнитогорска, города, в котором я живу. Города, в котором работают, ну, те люди, которые мне действительно не безразличны. И вот мы пришли сюда в очередной раз. Медицинский центр Возрождения, который располагается прямо напротив арены Металлург. Для того, чтобы рассказать вам, куда надо ехать, когда вам очень плохо. После непомерного возлияния. Предлагаем поехать сюда. И теперь обратите внимание на те телевизионные объявления, которые говорят. Прерывание запоев на дому. Кто-то может подумать, что вот сейчас быстро и буквально за 5 минут ко мне приедет человек и поможет. Так ли это на самом деле? Скажу, что не так. Потому что человек будет ехать 2-3 часа. Вы же сюда доберетесь через 15 минут с любой точки города. Это несложно сделать, такси есть. И через 2-3 часа уже, то есть вы сокращаете тот промежуток, вы становитесь нормальным человеком. По-моему, вот это дельный совет. То, что я расскажу, это очередной взрыв мозгов. В странах, реально пьющих, проблему потери населения решили проще простого. Человек из состояния сильного алкогольного опьянения и интоксикации выводится... ...каретами скорой помощи. И помощь эта, естественно, бесплатна. Не верите? Посмотайтесь в Мюнхен на Октоберферст или фестиваль пьё в Англии. Оказывается, страны с вменяемым руководством и свободные от страха за своё экономическое состояние прессой, измухи слона не делают, а реально заботятся о своём населении. Кстати, возможность получить бесплатную медицинскую помощь у нас никто не отменяет. Есть наркологический диспансер, но нет у населения понятия, что даже однодневный перебор может закончиться похоронами. Ох, вот нам сказки часто рассказывают и говорят, что русские – это самая пьющая нация. Мы часто ездим по всей стране, по всему миру, в большей части по всему миру, и видим, что оказывается, пьют-то все, собственно говоря. Так что мы пьём? И надо понимать, сколько можно выпить человеку, чтобы потом быть адекватным на следующий день. Пьём и пиво, пьём и вино, пьём и водку, в конце концов. Ну, во-первых, что лёгкие спиртные напитки, условно говоря, пьёт, то есть те алкогольные напитки, которые содержат незначительное количество алкоголя, что вино, более крепкие напитки, что водка, то есть алкогольный напиток, содержащий достаточно большое количество алкоголя, на каждого человека оказывают, ну, абсолютно разное влияние. Это зависит от исходных данных непосредственно человека. В том числе здесь надо учитывать возраст, физическую нагрузку, дозу принятого алкоголя. Ну, естественно, как я сказал, уже исходные данные пациента. То есть состояние внутренних органов системы, в том числе сердечно-сосудистой системы, выделительной системы почек, состояние печени. В зависимости от этого будет варьировать доза алкоголя, которая не будет наносить, скажем так, значительного вреда и выводить человека из состояния комфортабельного, в котором он привык пребывать. Это, естественно, дозировка достаточно индивидуальная, но, условно говоря, скажем так, что для нормального здорового человека в возрасте 45 лет до 200 мл алкогольного крепкого напитка употребление достаточно возможно. Во временном промежутке до 6 часов вечера, условно говоря, если в 8 часов утра ему надо идти на работу. Учитывать здесь, конечно, надо то, что человек не только выпивает 200 мл крепких спиртных напитков, но и хорошо кушает, достаточно кушает, употребляет достаточное количество жидкости и так далее. Наверное, такое случается, что человек раньше употреблял, 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 потом до определенного возраста дожил, и потом оказалось, что уже все. То количество, которое раньше употреблялось легко, перестает, в смысле, оно перестает легко уводиться. И все, и здравствуйте, товарищ нарколог. Безусловно, регуляторные механизмы, то есть механизмы, которые регулируют, условно говоря, в том числе и расщепление алкоголя в организме, имеют тенденцию, скажем, к нарушению или к слому. И на этом уровне, скажем, та доза алкоголя, которую человек раньше употреблял, она перестает его на первых парах удовлетворять, там идет повышение на первых парах дозировки, а потом уже понижение. То есть незначительная дозировка алкоголя приводит в состояние алкогольного опьянения. В данном случае это первый звонок, естественно, для того, чтобы задуматься, что что-то уже ненормальное, что надо обращаться за помощью для того, чтобы вернуть себя в исходное состояние. Но в исходное состояние это ни в коем случае не говорится о том, что можно будет употреблять те дозировки алкоголя, которые употреблялись раньше. Здесь уже речь идет о полном отказе от приема спирта. То место, где мы были с вами, то место, которое я сейчас буквально покажу, это поселок Брусково, значит, наркологический диспансер. И я обратил внимание, что наиболее логично себя ведут, ну, скажем так, бывалые алкогольники. Выпил, похмелился, чувствует плохо и пошел полечился. А люди, которым уже 35-40, они почему-то превращаются, ранее не употреблявшие люди, они превращаются в какое-то, ну, вот нечто. Почему это происходит? Ну, скажем так, что касается того контингента пациентов, которые лечатся наркологическим диспансерем, они великолепно знают, что не надо себя доводить до поросящего визга. Ему всегда на уровне федеральной программы, то есть бесплатно, окажут помощь, окажут ее квалифицированно. Приведут его в абсолютно адекватное состояние, что не подтянет за собой тяжкие последствия для здоровья, для социальных связей и так далее. Поэтому он делает выбор в пользу чисто наркологического учреждения. Мало того, я не открою большого секрета, что, видимо, так сказать, Магнитогорский наркологический диспансер на сегодняшнем уровне по качеству оказания медицинской помощи наркологической находится в одном из лидирующих мест у Раскад-Федеральном округе. То есть это по показателям, скажем, смертности, по показателям излечивости больных, по показателям инвалидности. То есть инвалидности у нас практически нет, мы не доводим до этого состояния наших пациентов. Ну и, кроме всего прочего, мы, скажем, применяем достаточно серьезные современные технологии, которые позволяют в том числе помогать наркозависимым пациентам. Словно говоря, при больших дозировках потребляемого наркотического вещества человек на второй-третий день имеет содержание наркотика в организме ноль, практически не испытывая серьезных никаких болевых и дискомфортных ощущений. Серьезное достижение. Что же касается той группы лиц, которые не обращаются за медицинской помощью, ну, видимо, здесь отрицательное влияние оказывает какой-то менталитет, что обратиться за наркологической помощью постыдно, хотя либо неудобно, либо, так сказать, это повлечет за собой, ну, в том числе, постановку на учет, вот это ограничение в профессии, ограничение, там, приобретение, положим, оружие, значит, получение водительских прав и так далее, вполне возможно, но в то же время эти пациенты, ну, эти граждане наши, они постепенно, не замечая того, они деградируют, и на фоне деградации, то есть, вот это уже состояние ненормальное, оно воспринимается как абсолютно адекватное, как норма, то есть, не выпить – это грех, по большому счету. Это, ну, просто-напросто, действительно воспринимается как нормальное состояние, хотя любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что для того, чтобы, как кажется мне, на сегодняшний день достойность жить, достойно себя ощущать, надо прежде всего быть здоровым. Если человек не будет здоровым, соответствующим образом, он не может, не сможет адекватно работать, и, естественно, не сможет адекватно получать за свой труд. Конечно, надо объяснять, что я, по крайней мере, точно знаю, что если идет воздействие на печень, то печень не лечится за прием, одноразовый прием лекарства. Ну, естественно, эссенциально надо добавлять в течение определенного времени. Вот, тоже самое поджелудочная железа, которая по воду стала. То есть, разговор о том, что разовые прокапывались, и пошли дальше, это, по-моему, немножко глупо. Ну, как правило, конечно, вопрос вообще по теме. Вы меня удивляете в том отношении, что, ну, по большому счету, человек далекий достаточно от медицины, но обозначили органы поражения достаточно правильно, безусловно. Без того, чтобы, так сказать, подтянуть функции внутренних органов, невозможно говорить о лечении алкоголизма как такового. Это, естественно, требует и времени, и затраты всего остального. Естественно, одним из центральных, так сказать, органов, которые надо восстановить функционально, это является печень. Ну, здесь не обязательно, конечно, там применение того же эссенциалии. Есть дорогие препараты, другого плана, дорогие, достаточно эффективные. Но помощь здесь должна быть оказана, безусловно. Вопросов никаких нет. И только потом, возможно, вести речь о решении проблем алкоголизма как такового. Ну, давайте еще скажем о том, что кого-то пугает слово «кодировка». Но, в принципе, надо объяснить и то, что человек остается полноценным человеком. То есть, ну, внезапная свадьба. Ну, можно помочь погулять. Правильно ли я? Говорите вы абсолютно правильно. Бояться тех или иных разновидностей блокировок ни в коем случае не надо. Ну, мы применяем внутривенное введение препаратов спираль, но в зависимости от фирмы производителя он просто носит разные названия. Как правило, эта процедура проводится на год. Сущность ее достаточно примитивна. Просто при попадании алкоголя в организм идет реакция взаимодействия, вырабатывается токсическое вещество, которое наносит удар по организму. Человек предупреждается об этом. То есть, он, естественно, не хочет этих ощущений. Это первый момент. И второй момент. Этот препарат при внутривенном введении достаточно серьезно снижает влечение к спиртному как-то коглому. Но в тот же момент, безусловно, все мы живые люди. Могут быть свадьбы, юбилеи и так далее. Надо тебе выпить, условно говоря. Ты приходишь, снимаешь блокировку, то есть вводится антидот. Выводится препарат из организма. Через 2 часа потребляй на здоровье. Проведи ты эту свадьбу, как тебе необходимо. Приди опять, получи лечение, проведи блокировку. Все. То есть, есть возможность обратного хода. Хотя, ну и родственникам, условно говоря, это не так очень нравится. Хотелось бы на всю жизнь и жестко. Вот оно решение проблемы, озвученной в начале. Да, грабли разбросаны повсюду. И только человек с очень крепкой головой и мозгами выдержит. Как вы понимаете, степень тяжести и похмелья может и не зависеть от количества алкоголя. Просто важно осознавать, что существуют специалисты, для которых ваше непонятное состояние – это не проблема. Помощь вам – это их профессиональная деятельность. У них есть должное оборудование, связи и навыки. И в некоторых случаях связи решают все. Сложно, плохо и тяжело, и хочется это остановить надолго – организуют. Надо быстро привести себя в порядок – сделают. В мозгах тараканы бесятся. Найдут причину и помогут. Словом, возродят и хорошее настроение, и физическую форму, и желание жить. Вот так вот, оказывается, все легко и просто. Приехали в медицинский центр «Возрождение», полечились. Полечились неоднократно. Восстановили печень. А не просто первый день вам сделали хорошо, а потом таблеточек накидали, и вы типа деньги сэкономили. Нет, ребятки, ни печень, ничто другое из внутренних органов быстро после возлияния не восстанавливается. Надо полечиться. Вот. Ну и дальше продолжайте жизнь. Кстати, вы продолжите жизнь немножко по другим уголам. Потому что, ну, поймете, что состояние хронического алкогольного похмелья это не есть норма. А там уже дальше решайте. Хотите, закодировались. Хотите, просто живите грамотно и счастливо. Ну, а куда ехать? Где работают такие специалисты? И насколько это доступно? Это все еще просто. Арена «Металлург» прямо напротив медицинский центр «Возрождение», как говорится, начали в красном и белом, продолжили в пивной арене. Ну, а закончили все-таки там, где здоровье реально поправят.